День ГИБДД День ГИБДД День ГИБДД В мае. 18 мая. 18 мая. Состоялась конференция, на которой меня избрали председателем. То есть свеженький совсем? Абсолютно. Как в новой должности? Обжились уже? Обживаемся. Ну, то есть, есть задачи краткосрочные, есть долгосрочные. То есть, сейчас, естественно, нужно с краткосрочными изначально разобраться, а затем уже какие-то вещи говорить о перспективах. То есть пока запланировал таким образом работу, чтобы к сентябрю-октябрю мог уже говорить о долгосрочных задачах, поэтому если будете приглашать, то с удовольствием откликнусь и уже будем эти вещи обсуждать. То есть как профсоюзы Кировской области должны жить в такой понятной долгосрочной перспективе на минимум пять лет. На прошлой неделе вы встречались с главными редакторами Кировских изданий. Собственно, мы сегодня в ходе нашего эфира пройдемся по тем темам, которые поднимались на этой встрече. Хочется сразу же определиться, а что на данный момент представляет собой Федерация профсоюзных организаций нашего региона? Что за структура такая? Ну, Федерация профсоюзных организаций, она действует в регионе уже достаточно большой промежуток времени. Она была создана в 90-х годах и стала правоприемником областов профа. Да так вот с по-чих пор областов профом называют по старой памяти чаще всего. Куда пошел областов проф, так пошел. Но, тем не менее, есть существенное различие. Если областов проф, это была действительно руководящая организация, которая выполняла еще и ряд государственных задач и функций. Ну, в частности, сегодня есть государственная инспекция по труду. То есть все эти задачи раньше выполнял областов проф. Фонд социального страхования, тоже областов проф эти вопросы и задачи решал. Поэтому, конечно, вот там уже в современный период ситуация изменилась и Федерация, она из себя представляет союз областных организаций, которые объединились для решения общих задач и вопросов в сфере представления интересов членов профсоюза на уровне региона и на уровне уже, соответственно, федерального центра. Поэтому Федерация — это объединение 14 областных организаций и ряда первичных профсоюзных организаций, которые в общем и целом выполняют основную задачу. Это вопросы, связанные с представительством и защитой трудовых и социально-экономических прав наших граждан. То есть вот это основные задачи. То есть задачи Федерации — это активно работать с правительством области, с законодательным собранием, с иными, с советом работодателей, с тем, чтобы вот эти вопросы решались. И эта тема была, ну, в общем-то, все права граждан соблюдались. И эти темы оставались на повестке сегодняшней. — То есть вот эти вот федерации, которые входят, 14 федераций, да, это вот они обычно по профессиональному принципу организованы, они как бы вам напрямую-то не подчиняются, да, скажем так? — Нет, это отдельные областные организации, они являются как членами нашей организации. Нет прямого подчинения, то есть они создали как раз и поучаствовали. — То есть они самостоятельно работают, но для решения каких-то более таких серьезных задач они как бы объединились. — Абсолютно точно. — То есть в конечном счете сколько человек объединяет федерации? — 95 тысяч членов сегодня там зафиксировано, и мы считаем себя самой крупной общественной организацией Кировской области. Ну, дело в том, что там ветераны числят большую численность своей организации, но они включают в себя всех ветеранов. У нас все-таки членство, оно четко закрепленное, определенное и определяется, исходя из того, что платит человек взнос или не платит человек взнос. Если платит человек взнос, значит мы его считаем. Если человек вышел из профсоюзной организации, взносы не платит, естественно, учет уже идет другой. И поэтому вот 95 тысяч членов, это сегодня как раз входит в федерацию профсоюзных организаций Кировской области. — Правильно понимаю, что федерация сейчас ставит перед собой в том числе задачу быть такой более заметной структурой, значимой, активной? — Безусловно. То есть ясно, вот я как раз на встрече с главными редакторами говорил о теме перезагрузки. То есть мы должны сегодня перезагрузиться. То есть вот был предыдущий период, мы его там, можно по-разному оценивать, но он был, он прошел. Сейчас мы должны там поставить новые задачи, действительно стать важным и значимым игроком и в общественном поле Кировской области и там таким уважаемым партнерам, к которым прислушиваются и мнения которых достаточно важны. Но для этого мы должны еще и свою там внутреннюю работу провести над ошибками, скажем так, предыдущих периодов, с тем, чтобы действительно вот такое место занять. — Что касается молодежи, насколько представители молодого поколения вы собираетесь вовлекать в это движение, в эту работу? И, ну, так принято считать, что молодое поколение, у него некое другое мировоззрение, да, и увязать молодежь с профсоюзами как-то вот сейчас довольно непросто. — Ну, есть такое определенное скептическое отношение у молодых людей к такого рода старинным организациям с историей, да, которые считают, что они просто формально существуют. Там раз в год выходят на демонстрацию, все поддерживают, потом подписывают некий коллективный договор, ну, так торжественно, да, меняются там папочками, все. Ну, а опять же, можно немножко статистику припомнить, да, договор у нас каждый год подписывается, а в итоге налоговая полиция, инспекция объявляет, что 50% работодателей платят зарплату ниже прозыточного минимума, а еще треть платит ниже разрешенного МРОТа, да, и как бы сразу понятно, что это есть коллективный договор, ну, некая такая торжественная функция. — Давайте там коллективный договор в этих вещах немножко, так сказать, разделять вещи там, да. Коллективный договор — это важная составляющая работы профсоюзной любой профсоюзной организации. Значит, как правило, в организациях, где платят меньше МРОТа и где вот эти зарплаты не сильно, там, не сильно белые, скажем так. — С 1 июля, кстати, увеличилось на 300 рублей. — Абсолютно точно. Это минимальный размер оплаты, да, я имею в виду. Там, как правило, профсоюзных организаций и нет. — То есть у нас на половине предприятий и работодателей нет профсоюзных организаций. — Ну, на половине, не на половине, не будем сейчас оценивать. — Ну, получается, судя по тому, как они говорят, что половину не платят. — На крупных предприятиях в большинстве своем все-таки профсоюзной организации сегодня есть, и действительно работа ведется очень активно, в том числе в рамках коллективных договоров. А проблема больше сегодня с малым бизнесом. То есть как раз малый и средний бизнес не всегда в этих организациях сегодня существуют профсоюзные там организации. И, естественно, возникают вопросы соблюдения прав граждан как раз с вопросами ниже прожиточного минимума оплаты и вопросы, связанные с выплатой заработных плат в конвертах. То есть наша задача как раз сегодня и этот срез для себя брать и, в общем-то, с ним работать. Почему? Потому что работники-то и граждане-то у нас одинаковые, и эти работники, представители малого и среднего бизнеса тоже имеют право на защиту своих трудовых прав. Поэтому здесь вот как раз, скажем так, это некое упущение в деятельности, и работа в этом направлении должна быть более активной. И малые и средние предприятия должны активно вовлекаться в профсоюзную сферу, чтобы проблем у граждан было меньше. Теперь по коллективным договорам. Это важная составляющая часть работы профсоюзов, я уже об этом сказал. В ней, в коллективных договорах прописываются дополнительные гарантии для наших граждан, кроме тех, которые закреплены Трудовым кодексом Российской Федерации. Это тоже крайне важно, и это закрепляет людей на предприятиях сегодня, создает нормальный морально-психологический климат, и можем приводить там, в пример, различные крупные организации Кировской области, где действительно вот эта работа хорошо и грамотно выстроена, и профсоюз выполняет функцию защиты граждан в этом направлении, очень там качественно и на высоком уровне. Поэтому вот здесь я бы все-таки колдоговор отделял от вопросов, связанных с оплатами ниже прожиточного минимума. Ну, кстати, позиция профсоюза всегда и заключалась. Вот мы говорили о минимальном размере оплаты труда. Мы говорим о том, что МРОД должен быть на уровне прожиточного минимума. То есть эту позицию мы должны дальше транслировать. А коллективные договоры должны быть, должны заключаться, и папочки, обмениваясь папочкой, мы должны понимать, что гражданин получит еще дополнительно там к отпуску какие-то дни. Будет иметь возможность там получить материальную помощь в таких-то случаях. Да, это в каждой ситуации определяется. Получит там на путевку ребенка в оздоровительный лагерь какую-то определенную скидочку, которую заплатят из профсоюзных средств. Сможет сам оздоровиться в санаторных курортных этих учреждениях на какой-то, опять же, процент ниже, нежели коммерческая стоимость путевки. То есть эти вещи, они как раз в колдоговорах и заключаются. А теперь о молодежи. Да, а то как-то не может сказать. Так, увели бы меня в это время. Давайте все-таки паузу небольшую сделаем. Хорошо. Потом уже сроки к молодым работникам. Продолжается «Морской понедельник». Мы беседуем с Романом Бересневым, руководителем Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Давайте к молодежи, да? Да. Вернемся к молодым работникам. Тут есть какая-то... Есть ведь наверняка четко сформулированная цель, да? Четко сформулированное направление работы. И, возможно, какие-то даже программы существуют. Если любая организация хотела бы завтра существовать и работать, она, конечно, должна ставить в углово угла как раз работать с молодежью. И здесь мы тоже будем на это ориентироваться. Хотя цифры, в общем-то, неплохие. Если мы берем сегодня молодежь, у нас, конечно, здесь определенный объем в Федерации составляют студенты наших высших учебных заведений, которые включены в студенческий профсоюз, но, тем не менее, 39 тысяч примерно человек-молодежи из 95. То есть это где-то 41%. То есть это не есть плохо, но еще раз говорю, что там это с учетом студентов высших учебных заведений, которые, ну, по сути своей, в максимальной массе включены в члены профсоюзной организации. Поэтому перспектива этой есть и есть безусловная, но, тем не менее, работу эту нужно проводить. Каким образом эту работу проводить? Посредством того, что молодежь ощущала себя полноценным участником трудового коллектива на своих предприятиях. И вот эта работа, она как раз и предполагается в ближайшее время, ну, тоже планы есть, как ее нужно сегодня выстроить. Ну, у меня есть опыт работы в сфере молодежной политики. Три года возглавлял управление по работе с молодежью. Для меня очень важным было направление работы с молодежью промышленных предприятий. Были проведены там и проводились в регулярном режиме ряд мероприятий, которые, в общем-то, показывали важность работы как раз в этих трудовых коллективах. Проводились спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия. Ну, в общем-то, молодежь была объединена. К сожалению, там в последние годы вот это направление несколько ушло из государственной молодежной политики. Вот задача его воссоздать там вместе с Министерством спорта и молодежной политики. Я думаю, что у нас получится, планы есть, и я думаю, что движение будет. Во всяком случае, на ближайшем молодежном форуме, который будет проходить в сентябре, областной молодежный форум «Вятка и фьючерс», мы планируем как раз одну площадку, молодежь, работающая молодежь, как раз вместе взять с ассоциацией работающей молодежи. Есть у нас такая организация, вот, плюс наша молодежь профсоюзная, значит, вот, чтобы здесь какие-то предложения сформулировать, как дальше жить и какие темы были бы интересны для вот этой молодежи, чтобы она, в общем-то, активно участвовала, в том числе и в какой-то общественной жизни региона. Вопросы поддержки молодых, представление каких-то льгот, преференций, это обсуждается? Это обсуждается как раз в рамках коллективных договоров соглашений, то есть у каждого предприятия своя политика в этом направлении, в кол-договорах многие эти вещи прописываются, и вопросы связаны с наставничеством, и вопросы связаны с какими-то определенными льготами для вот этих молодых работников, в том числе есть у нас на отдельных предприятиях вопросы связаны с решением проблем с жильем, какие-то определенные льготные механизмы, они закрепляются, какой-то процент берет предприятие на себя для решения вот этих вопросов, ну и, естественно, уже просит какой-то период времени отработать на данном предприятии, если оно решает эти вопросы. Поэтому это нормальный процесс, и молодежь сегодня закрепляется на производстве, и более того, производство, меняясь и внедряя современные методы, оно как раз в большей степени требует молодые кадры уже с их объемом знаний, с их умениями новыми работать с современными технологическими навыками. Поэтому вот в этом направлении тоже многие промышленные предприятия уже давно перестроились и активно работают с тем, чтобы молодежь привлечь к себе. Ну а привлекая молодежь к себе, она так или иначе внедряется в деятельность профсоюзных организаций. А федерация участвует в разработке каких-то новшеств по молодым как раз сотрудникам? Ну мы знаем, что в образовании, да, у нас в этом году... В здравоохранении, в образовании, да. В здравоохранении, образовании. Вот в этом году у нас планируется реализовать систему, когда подписывается договор, и на 3-5 лет должен все-таки будет... На уровне еще, скажем так, студенческого профсоюза, о котором упоминали. Должен будет отработать человек. Вы поддерживаете эту систему? Личную позицию я давно высказывал, и считаю, что это абсолютно правильно. Тем более, когда молодой человек обучается за счет государства в государственном образовательном учреждении, то есть, наверное, есть смысл какой-то период времени, чтобы он был закреплен и, соответственно, отработал по специальности. Да, это, безусловно, крайне важно. Здесь работают отраслевые профсоюзные организации и профсоюз работников образования, профсоюз работников здравоохранения. В этом активно участвуют. Это самое многочисленное, да, вы? Да, и более того, я знаю позицию профсоюза работников образования. Они всегда и говорят о том, что у нас средний все-таки возраст педагогического состава наших образовательных учреждений сегодня все-таки там уже близок к пенсионному. Близок к пенсионному. Близок к пенсионному. Весьма высок, за 50. Поэтому, конечно, там вовлечение и привлечение молодежи в образовательные учреждения являются важнейшей проблемой и важнейшей задачей для Министерства образования Кировской области. И профсоюзы в этом готовы полностью активно содействовать и участвовать в разработке тех механизмов, которые, в общем-то, могли бы молодых людей закреплять сегодня в школах, в детских садах, в других социальных учреждениях. Здесь в основном все-таки о районах идет область. В Кирове закрепляются более-менее нормально, в районах уже гораздо сложнее. И здесь тоже есть точно такая же проблема. И точно так же здесь и опять возможностей гораздо больше трудоустроиться не только в той сфере, которую ты, в общем-то, выбрал. Поэтому, ну, это есть, это объективная данность. На встрече с журналистами мы говорили о том, что планируется все-таки организовать такую серьезную широкую работу в районах Кировского области. Как раз в сторону районов. Да, в сторону районов. Беседу потихоньку двигать. Завтра едем в Молныш. После завтра будем в Вятских Полянах. То есть начали с юга? На прошлой неделе были в Амутнинске. А, понятно. Начали все-таки с севера. Начали с тех предприятий, из тех районов, где мы на сегодняшний день видим, с одной стороны, необходимость немножко тоже перезагрузить отношения, перезагрузить работу. Видим резерв с точки зрения увеличения профсоюзного членства. И видим возможность вывести работу на хороший, новый и качественный уровень. Наша задача какая? В каждом районе должен действовать координационный совет профсоюзных организаций. Ну, есть ведь там профсоюзы сегодня. Есть профсоюзы агропромышленного комплекса. Ну, отраслевые есть в каждом районе. Да, образование, здравоохранение, культура. Вот важно, чтобы они тоже объединялись. И был вот этот координационный совет, объединяющий их. Для чего? Для того, чтобы они могли подписывать трехсторонние соглашения с администрацией, с работодателями на какой-то определенный год. И чтобы мы в этих соглашениях уже закрепляли тоже какую-то определенную программу развития социально-трудовых отношений в каждом конкретном муниципальном районе или в конкретном городском округе. Поэтому вот эта задача сегодня стоит. Мы будем как раз и ездить для того, чтобы эти координационные советы создавать, где они не созданы, либо реанимировать, где они в том или ином виде сегодня находятся. Поэтому вот этот некий такой дополнительный, я считаю, всплеск мы тоже можем организовать путем этих поездок. И в том числе увеличение как раз профсоюзного членства, о чем мы и говорим. Вот вы с Амутнинска начали. У вас в Амутнинске, я вот смотрю, самая массовая, наверное, организация в зал Амутнинский металлургический завод, там 2652 члена. То есть такого, скажем так, с варианта более легкого получается. То есть вы приехали туда, где все нормально. Нет, там есть определенная проблема в взаимоотношениях федераций и первичной профсоюзной организации. Но мы их обсуждали в закрытом режиме. Эти проблемы есть. Были проблемы в понимании системы отношений. Я думаю, что мы сегодня движемся по пути, чтобы эти проблемы все-таки ушли. А действительно, это из промышленных предприятий, точно могу сказать, это самое крупное по проценту. 95% работников Амутнинского металлургического завода являются членами профсоюза. И содержательная деятельность профсоюзная организация очень сильная. То есть, допустим, ездили и показывали нам профилакторию завода. Путевка на 21 день для работника Амутнинского металлургического завода в этом профилактории составляет 6000 рублей на 21 день. Все остальное профсоюз? Все остальное, но частично профсоюз, частично работодатель. То есть, это нормально. Коммерческая цена, она близкая к ценам наших санаториев, санаторно-курортных учреждений Кировской области. А вот тут хорошая программа для... Насколько я помню, санаторий Амутнинского металлургического довольно в приличном состоянии находится. Да, там завод регулярно вкладывается. Это структурное подразделение завода. Показали, действительно, там постоянно проводятся обновления. Вот показывали там новый бассейн, новые процедуры, какие они начали оказывать там буквально с последнего года. Действительно, ведется серьезная работа, поздравления у работников. Поэтому есть чему поучиться. Ну и говорю, что там некое отношение надо и перезагрузить. Но там, например, допустим, в Амутнинске сегодня абсолютно отсутствует профсоюз госучреждений. Это организация, которая в общем и целом у нас работники-то есть и в административных учреждениях. У нас вся социальная сфера, то, что Министерство социального развития Кировской области представляет, Центры социального обслуживания населения, Управление социальной защиты, они все оказались вне профсоюзной деятельности. Именно в Амутнинском районе вот такой феномен? Ну, по-разному. Опять же, там в Амутнинском нет вообще ничего. Мы вот как раз встречались и в комплексном центре социального обслуживания населения, и в отделении пенсионного фонда, как раз в организациях, где нет абсолютно профсоюзов. Сегодня и мы говорили о необходимости создания, рассказывали, что сегодня дает профсоюз работникам, и какие вещи можно сегодня регулировать через коллективные договоры. Насколько это там сказывается на морально-психологическом климате, в том числе в коллективе. Это важно, в принципе, и для работодателей, чтобы какие-то вопросы профсоюз мог решать. То есть там не каждый работник дойдет до работодателей. А профсоюзы — это более такая демократичная структура. Сюда многие придут, и если человек чем-то недоволен, ну, он может завтра просто написать заявление, соответственно, уйти куда-то, там сказать, в свободное плавание. А может в этих вещах обратиться за помощью профсоюзу, и человек останется там, будет сохранен, какие-то, может быть, мелкие проблемы будут решены. Поэтому это важно и для работников, и для работодателей. Об этом мы как раз в Амутнинске и говорили. Ну и здесь вот там ситуация на Молоте известна, поэтому Вятский... Который попал под санкции, да? Да, вот, кстати, с этой точки зрения еще очень интересно. Ну, вы все это знаете, собственно говоря. Нет, мы пока знаем только то, что он попал под санкции, собственно говоря. А что дальше будет, как это будет, очень непонятно. Сегодня 30% работников завода работают, ну, как вынужденно простое находятся, то есть, они работают и получают две трети от заработной платы. Это уже проблемная... То есть, каждый третий, да? 30%? Там что-то говорили еще было связано с тем, что в Казани проходит Кубок Конфедерации на какое-то время, и в связи с этим там просто... Ну, там договоры просто, они отгрузкой не могли заниматься. Ну, вот я говорю, что там, чтобы понять ситуацию изнутри, там и будут проведены тоже встречи в данной организации. Вот мы сегодня с утра разговаривали с председателем первичной профсоюзной организации завода Молот, чтобы встречи мы необходимые провели. Как раз она вот сейчас где-то уже после нашего эфира скажет, во сколько мы там, я смогу побывать и встретиться, и понимать ситуацию, как она будет развиваться дальше. А для нас важно, во-первых, чтобы предприятие работало, чтобы количество работников оно не сокращало, чтобы все социальные гарантии, которые работникам сегодня трудовые законодательства обеспечивают, они все выплачивались. Вятскополянский завод Молот. Послезавтра, да, вы сказали? Да. Вот у меня просто вопрос, вот смотрите, в Амутнинске такое, условно говоря, образцовое предприятие, ОМЗ, очень много членов профсоюза, крупный бизнес там, и в восточном поселке большой завод, и все. Молнышеский район совершенно другой. Там нет такого, как бы, районообразующего предприятия, скажем так, вот там, что цель поездки какая будет? Производитель картофеля. Ну там, да, там сельскохозпредприятия и малый бизнес, да, в основном? Точно так. Ну, ведь у районов есть своя специфика, но и профсоюзы разные. Если в Малмыже больше степени, конечно, мы надеемся на развитие нашего аграрного профсоюза, есть там еще резервы для деятельности и других профсоюзных организаций, то там в Вятских полянах это уже несколько другие направления и сферы. Мы как раз там предполагаем, если все получится, еще и в домостроитель съездить в Красную поляну. Обязательно промониторить ситуацию с Сосновским судостроительным заводом, поскольку там тоже были определенные проблемы. Ну и, естественно, по итогам этих встреч будем обращаться в различные органы власти для того, чтобы обратили внимание сегодня на эти проблемы, и так или иначе были какие-то сегодня варианты выхода из тех кризисных явлений, которые там так или иначе просматриваются на вот этих предприятиях. Роман Береснев у нас сегодня, это руководитель Федерации профсоюзных организаций нашего региона. У нас сейчас должна быть реклама, и она будет обязательно. Мы вернемся через минуту. Лето сейчас, собственно, дети в лагерях. Как раз-таки Роман Береснев, хочется поинтересоваться по линии профсоюзов. Какая поддержка в данный момент оказывается? Ради лагеря, которые находятся в ведении конкретно профсоюзных организаций. Значит, у нас на сегодняшний день два лагеря действительно в ведении профсоюзных организаций находятся. Собственностью областного профсоюза жизнеобеспечения является оздоровительный лагерь «Спутник». С моей точки зрения, это одно из, да не одно, а лучшие оздоровительные учреждения для летнего отдыха детей. Как раз я тоже был на прошлой неделе в этом лагере. Посмотрели, они завершили как раз первую смену. Завершали первую смену, то есть подводили итоги, какие-то определенные мысли, что необходимо сделать и как дальше двигаться обсуждали. И у нас первичная профсоюзная организация завода «Сельмаш» взяла в аренду лагерь «Весна». Он традиционно относился к заводу 1 мая. Но в этом году ясно, что там очень большие сложности на предприятии присутствуют. И, в общем-то, решение было принято именно такое. Вот мы эти два лагеря можем числить как профсоюзные. Поэтому мы смотрим и оцениваем ситуацию в этих оздоровительных учреждениях, смотрим ситуацию в других оздоровительных учреждениях. И я являюсь членом областной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха. И, в общем-то, мнение, оно есть, что необходимо делать для того, чтобы эта работа совершенствовалась. Как нам представляется сегодня, профсоюз является качественным партнером с точки зрения организации летнего отдыха. И «Спутники» весна сегодня это показывает. То есть в весне была проведена существенная модернизация материальной базы. В «Спутнике» она традиционно каждый год совершенствуется, эти вопросы решаются. Поэтому мы сегодня и предлагаем правительству Кировской области, чтобы мы стали более таким сильным игроком в этом поле. И если есть соответствующая возможность, мы бы хотели тоже еще какое-то количество, ну, как минимум один лагерь получить в пользование для того, чтобы в этой ситуации мы могли, допустим, со следующего года запустить отдельную программу уже в рамках Федерации по как раз продаже путевок еще с определенной скидкой для членов профсоюза, чтобы она была и действовала. То есть мы как раз все три лагеря, если там их будет два или три, не знаю, там в следующем году, чтобы мы могли запустить общую, единую там программу. Поэтому вот это предложение сейчас направлено с точки зрения как раз одного из оздоровительных лагерей. Федерация профсоюзных организаций до 2016 года активно работала с оздоровительным лагерем «Березка». И мы предлагаем как раз этот оздоровительный лагерь нам передать на безвозмездной основе, на длинный период времени. А мы покажем, я думаю, что качественную работу, и не надо тогда вкладывать какие-то областные бюджетные средства в совершенствование материальной базы. Мы могли бы, в общем-то и целом, эту работу организовать именно там своими силами, своими возможностями. А насколько сейчас велика скидка существенна? На сегодняшний день скидки по линии профсоюзов представляют только непосредственно первичные профсоюзные организации, которые работают на предприятиях. У нас нет пока такой программы в рамках федерации в целом. Первичные, да, дают эти скидки. У каждой организации они там свои. Не знаю, там у Сельмаши очень такая мощная сегодня система мотивации. У Амутнинского металлургического завода мощная система мотивации. Вы говорили как раз, да, потому что в стечный 21 день, если даже в санаторий брать, в санаторий, так я полагаю, что на по-детскому лагерю то же самое. И здесь и по лагерям точно такая же ситуация. То есть очень небольшое средство от работников в этом вопросе требуется. А мы хотим как раз еще и общую областную программу запустить там с следующего года, но будем понимать ее, опять же, там где-то ближе к осени и с пониманием, какая у нас материальная база есть для того, чтобы там двигаться и такую программу предлагать. Поэтому мы эти предложения готовы формулировать и мы их направили сегодня в правительство области. Будем, я думаю, что в ближайшее время очень подробно их обсуждать. А сейчас у «Березки» какой статус? «Березка» входит как областной лагерь в состав дирекции лагерей и, соответственно, входит, значит, является структурным подразделением областного предприятия. Понятно. Давайте сейчас поговорим о тех объектах, которыми владеет Федерация профсоюзных организаций. К вопросам собственности постепенно приходит. Ну и в первую очередь то, что сейчас звучит в последнее время в средствах массовой информации, это, конечно же, особняк Антона Юлиановича Левицкого на Карла Маркса 79. Я только не очень понял, почему так активно заинтересовались этим особняком. Красивый на виду, красивый на виду, как бы. Нет, ну просто по итогам встречи с средствами массовой информации как-то это стала главной темой. Я, честно говоря, удивлен, хотя он не говорит, но сейчас нет, я готов. Понятно. Сейчас просто такая тема вообще сохранения вот этих красивых старых зданий, она просто очень актуальна, поэтому, тем более это в вашей собственности, поэтому вас так вот и атаковали. Мы, там, я и занимался этими вопросами еще и по другим объектам. Когда я работал, мы встречались в рамках уже там, когда в правительстве еще не трудился. То есть мы этой темой, вернее, я этой темой там достаточно глубоко погруженный, понимаю ее. И здесь мы в этой ситуации хотим сделать очень понятное действие. Найти качественного арендатора, единого, чтобы не сдавать его как коммунальную квартиру по частям, который мог бы с решением вопросов сохранения вот этого культурного вида, этого красивейшего здания, смог бы организовать в нем свою определенную коммерческую деятельность. По-моему, здесь позиция достаточно понятна, выражена. Мы сейчас в переговорном процессе находимся, но к любым предложениям по-прежнему готовы. Обращайтесь в Федерацию профсоюзных организаций. Особняк Левицкого сдается. Сдается, видимо, с каким-то обременением. То есть у вас есть какие-то пожелания, требования к тем, кто может стать арендатором? Здесь требования одни. Это хороший внешний вид данного здания, естественно, какое-то определенное вложение в текущий ремонт регулярно осуществляемый. Ну и, соответственно, оплата арендной платы, которая там предполагается в рамках данного договора. Какой вид деятельности там будет? Обсуждаемая. Я считаю, что здесь вид деятельности может обсуждаться в силу того, что там в этой точке сегодня концентрируется почему-то очень большое количество точек как раз общественного питания. Если фабрика запустится, и там фудкорт предполагается очень большой, то... Да и утро с другой стороны не закрылось еще. И утро не закрылось. И в октябре, говорят, о какой-то там сегодня точке. И политеха рядом столовой. И политеха рядом столовой. И напротив политеха сейчас, как мне говорят о том, что деревяшечка, которая есть, она уже скоро будет уничтожена. И будет там очередной офисно-торговый центр. То есть там опять с отдельными вариантами, в том числе общепита. Поэтому мы рассматриваем абсолютно разные варианты сегодня использования. Ну, как представляется, это либо точка общественного питания, либо офисное помещение. Это более такое, ну, как вот видится, что, как можно сегодня использовать данное объеме. Вы уже анонсировали довольно такую приемлемую арендную плату. Да, Ставка? Ну, мы, да, там, скажите, приемлемую. Как сказать, вы, если рынок сегодня посмотрите, там, эта приемлемая арендная плата, она, кажется, там, ну, в Кристалле, допустим, большая площадь, там, по 400 можно сегодня получить. 400 рублей. То есть там это помещение уже полностью сделанное, там никаких вложений не требуется в, там, внутренние работы. А мы предлагаем, собственно говоря, что там какие-то все-таки работы придется провести так или иначе. Поэтому я думаю, что цена, да, приемлемая. И готовность есть, соответственно, рассматривать интересные, важные предложения от хороших и сильных бизнес-партнеров. Что касается другой собственности федерации, там, велико ли хозяйство, чтобы представлять? – Хозяйство уже невелико, да, ну, опять же, там, можем сколько угодно заниматься, а что было бы, если было бы, то есть нужно сегодня анализировать то, что имеется, и постараться повысить эффективность от использования данного имущества. Ведь эти средства, они как раз и идут на те программы, которые сегодня федерация предлагает. Там, да, и мероприятия, которые проводят для членов профсоюза, для детей членов профсоюза, мы сейчас уже сидим и обсуждаем новогодние елки, например. Все-таки это традиционное, важное мероприятие, которое… – Причем традиционно-профсоюзное. – Да, традиционно-профсоюзное мероприятие. – Погода располагает уже, если о зиме думать. – Да, то есть там надо о елках думать летом, о летнем отдыхе мы все-таки надеемся обсуждать зимой. Поэтому, да, конечно. – Ну, вы заговорили о том, что вам хотелось бы, чтобы федерация как-то больше в информационном пространстве присутствовала, собственно, для чего и было устроено тогда встреча с редакторами СМИ. Есть идея некий конкурс организовать? – Да, он уже организован. – Организован. – Мы сейчас положение рассылаем, положение есть на нашем сайте. Кстати, дизайн сайта где-то в конце июля, начале августа обновится, потому что, ну, конечно, он современным требованиям уже совсем не отвечает. То есть будет хороший современный сайт. – Имейте в виду сайт федерации. – Сайт федерации, да-да-да, безусловно. И там, я думаю, что будет самая актуальная информация. И, с моей точки зрения, самой главной информацией на этом сайте будет информация под рубрикой «Профсоюз помог». Потому что вот если мы шире будем рассказывать о тех положительных моментах защиты трудовых, пенсионных прав наших членов профсоюза, то это, в общем и целом, привлечет большее внимание сегодня наших граждан как раз к деятельности профсоюзов и поможет увеличить и в том числе профсоюзное членство. – Ну, хотя люди начнут понимать, что конкретно может сделать профсоюз, да? – Да, ну, у нас, вот, допустим, если берем профсоюз работников образования, профсоюз работников жизнеобеспечения, профсоюз работников здравоохранения, там большое количество выигранных в судах дел с пенсионными правами, с вопросами, связанными с защитой проблем по заработной плате, то есть эти цифры на сайте будут регулярно появляться с конкретными примерами, поэтому их уже сейчас можно посмотреть, информационная деятельность будет полностью перестроена. Поэтому я надеюсь, что и редакция вашего… – А мы, между прочим, вас позвали уже в рамках этого конкурса, вы так вот подумали об этом, нет? – Конечно, подумайте, вы уже готовы эти материалы представлять, а мы готовы с удовольствием общаться, потому что нет никаких проблем и возможности есть такие. – А в перспективе в учебные заведения высшие, средние, в школы пойдете, вот, чтобы уже разъяснять для таких юных ребят перспективы участия в профсоюзах? – Это абсолютно правильный вопрос, как раз сейчас мы готовим наш молодежный совет, вышел с инициативой подготовить, ну, некий такой… – А этот молодежный совет уже существует? – Да, да. – Или он как-то будет… – Нет, он есть. Молодежный совет Федерации профсоюзных организаций, тоже на сайте все информации есть, у нас активный председатель, он представляет коллектив работника завода «Витек», входят в молодежный совет представители всех отраслей, там и аграрно-промышленный комплекс есть, и другие отрасли, культура, образование и так далее. То есть, вот, они предлагают сегодня провести некий квест в оздоровительных лагерях, который как раз посвящен профсоюзной тематике, ну, с тем, чтобы рассказать нашим подрастающему поколению о том, что такое профсоюзы, для чего они нужны. А так, у нас действительно сегодня есть, там, некий вакуум в этих вопросах, и этот вакуум чувствуется, когда встречаешься вот в коллективах, где нет профсоюзных организаций. – В общем, работы очень много, желаем вам удачи, безусловно. – Ну, и думаем, что в сентябре, когда у вас все-таки такая перспективная плана уже определяться, мы еще раз встретимся. – Мы можем и раньше встретиться, нисколько не возражаем. – Ну, в сентябре это точно совершаем. – Хорошо, все, договорились. Спасибо большое, Роман Береснев, руководитель Федерации профсоюзных организаций Кировской области. На этом завершается первый час мужского понедельника. Далее у нас новости, тематические программы, и мы уже вернемся с Николаем через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова